Доброе утро! Левицкий Дмитрий в студии Финам.ФМ. Программа «Сфера обслуживания». Рад вас приветствовать! Сегодня первый выпуск нашей программы. Первый выпуск цикла программ, посвященный работе компании в сфере «Бизнес-то кастома», с компанией, которая обслуживает конечного покупателя. Чем живут эти компании? Как они работают? Какие сложности у них возникают? Со всем этим будем разбираться в цикле наших программ. Будем выходить каждый вторник в 10 утра. Будем рады слышать вас каждый вторник. Сразу хочу сказать, что я не профессиональный ведущий. Всю жизнь работал в розничной торговле, в ресторанном бизнесе. Для меня это роль новая. Так что уж не обессудьте, если чего вдруг. Ну а тема нашей первой программы, о которой будем говорить сегодня, называется так. Клиент всегда прав. Так ли это на самом деле? Действительно ли стоит следовать этому принципу? Ну все знают эту фразу, да? Все компании, которые обслуживают покупателя, постоянно об этом говорят своим сотрудникам, своим менеджерам. Все клиенты об этом знают, что да, действительно, вроде как, мы всегда правы. Как на самом деле стоит вести дела, если я работаю с финальным покупателем? Стоит ли мне слепо следовать этому правилу? Действительно всегда прав мой клиент или нет? Ну для затравки расскажу историю своей жизни. Несколько лет назад в Мадриде в Большом Универсаме, очень интересный был пример, покупал товар, ну четыре этажа, большой универмаг, четыре этажа разных товаров, одежда, разные сопутствующие товары. И на первом этаже несколько кассовых узлов, несколько стоек, работают девочки, улыбаются, пробивают все, желают хорошего дня, приходить к нам еще и все такое. И рядом с ними, буквально там в двух метрах, находится стойка, где решают конфликтные ситуации с покупателем. Ну как бы конфликтные, говорю в кавычках, потому что и конфликтов нет никаких. И ты, когда смотришь на это на все, вот что меня-то поразило, да, что атмосфера вот на этих стойках и на стойке возвратов товара совершенно одинаковая. Везде все улыбаются, везде говорят спасибо, везде там рады вас видеть. И если не вдумываться в процесс, то ты даже не заметишь, что какая тут разница, да, везде идет обслуживание покупателей. На семинарах в нашей стране, проводя семинары, спрашивают часто наших участников, вот если вам завтра предстоит идти в магазин сдавать товар, ну по какой-то причине, с каким настроением вы туда пойдете? И чаще всего в нашей стране люди отвечают, что ну, конечно я настраиваюсь на борьбу, конечно я настраиваюсь на то, что будет непросто, конечно я настраиваюсь на то, что придется доказывать свою правоту и так далее и тому подобное. Все это для меня лично, как для эксперта в этой области, показатель вот некого уровня, да, нашей работы. Как мы решаем конфликты, если покупатель к нам идет со своей проблемой, настраиваясь на войну, ну значит так мы как отрасли работаем, да, значит такие условия мы нашим покупателям, видимо и предлагаем, что они с нами воюют, возвращая товар обратно. Поговорим сегодня об этом, постараемся разобраться в том, где границы понимания фразы «клиент всегда прав». Я с удовольствием представляю вам экспертов, которые сегодня у меня в гостях. Андрей Верещагин, в первую очередь руководитель Центра обслуживания клиентов компании М-Видео, здравствуйте Андрей. Здравствуйте. И Денис Быков, юрист, партнер компании «Пепеляев Группа». Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот два взгляда на один и тот же вопрос, который мы сегодня постараемся, да, услышать. Будет возможность радиоуслушателей тоже поучаствовать в нашей беседе, но чуть-чуть попозже. Андрей, ну вопрос к вам первый. Компания М-Видео всегда делала ставку на сервис. Вы, я так понимаю, как раз и являетесь в компании тем сотрудником, тем руководителем, который отдувается за все и за всех в конечном итоге, да, и все проблемы, которые возникают, стекаются к вам. Так ли это? Это действительно так. Я руковожу Центром обслуживания клиентов, куда в том числе приходят и проблемы. Но все дело в том, что компания не стремится к тому, чтобы создать какой-то отдельный центр, куда бы могли стекаться проблемы. Основная направленность деятельности компании сейчас, чтобы каждое звено, работающее в компании, неважно, будь оно магазин, будь это офис, оно участвовало в обслужии клиентов и в том числе и в решении проблем клиентов. Потому что для клиента всегда удобнее, когда он приходит в магазин, чтобы эта проблема была решена сразу в магазине, без необходимости ему обращаться куда-либо, в центральный офис, писать какие-то претензии и так далее, и так далее. И компания сейчас развивает именно такую модель, учит всех сотрудников магазинов, дает им определенные полномочия для того, чтобы претензия клиента была решена вне Центра обслуживания клиентов. Ну то есть вам в этом участвовать неохота? Пусть они там все решат в магазине? Нет, не в том случае, что неохота. Мы в этом участвуем. Участвуем достаточно сильно, потому что часть клиентов обращается к нам напрямую. Но я считаю, что намного лучше научить наших сотрудников, как работать с клиентами, чем выстраивать какой-то специальный клиентский отдел, который будет заниматься только решением претензий клиентов. Потому что розничная торговля сама по себе это сервис обслуживающий. То есть по сути своей все, что мы делаем, мы даем клиентам сервис, как говорят некоторые, смех и радость мы приносим людям. Это в идеале. Да, это в идеале то, что мы делаем. И это абсолютно неправильно, чтобы смех и радость вам приносили в одном месте, а если у вас возникает проблема, вот, пожалуйста, там окошечко. Я вас понял. Андрей, ну вот как руководитель все-таки, да, этой службы, как вы в вашей компании понимаете фразу «клиент всегда прав»? Когда я общаюсь с сотрудниками, я всегда говорю, что с одной стороны, конечно, да, эта фраза очень сильная, потому что если вы понимаете фразу абсолютно буквально, то она мешает вам принимать решения правильные. Потому что вы видите, что фраза говорит «клиент всегда прав». И на нее надо смотреть немножко с другой стороны. В принципе, вы как человек, да, любой человек может иметь свое мнение. И любой человек может считать, что в данной ситуации другой человек не прав. Но он всегда должен помнить о том, что вот этот другой человек, он является клиентом компании. По сути своей он платит ему зарплату. Ну вот, вот если я сотрудник вашего магазина, я ничего не понял. Вот как мне действовать, да, вот приходит клиент, да, он мне говорит «вот я вот так-то». Как вы считаете правильным, чтобы с вами поступали в такой ситуации? Ну, как покупатель? Да, если вы поставите себя на место покупателя. Я хочу быть всегда прав. Тут ослабления не маякет никаких. Вот в данной ситуации, если вы ставите себя на место покупателя, у вас всегда есть определенное, да, решение для себя. Что если вы окажетесь в такой ситуации, вы бы хотели, чтобы вас обслужили именно так. Ну, сделайте так. Ага, а потом придет Андрей и скажет «вы что тут творите-то?» На самом деле нет, абсолютно. Если клиент принял решение, он принял это решение в пользу клиента для того, чтобы его сохранить, да, мы не будем продавца ему говорить о том, что он нарушил какую-то инструкцию 25 пункт Б и так далее, и так далее, и так далее. Намного хуже будет, если он будет закрываться, эта инструкция от клиента. И говорить ему о том, что да, да, я все понимаю, но у меня есть вот инструкция, я ничего не могу сделать. Я понял, Андрей. Ну, мы еще вас попытаем, раз уж вы у нас в гостях, вы уж извините. Я понимаю, что позиция ваша непроста, в том плане, что сейчас слушают куча людей, которые покупали в вашем магазине, наверняка, на ваших магазинах. Наверняка, у кого-то из них, да, есть своя история и свой опыт, да, общения с компанией. Денис, к вам вопрос, да, вот вы, если я правильно понял, да, участвуете, помогаете, с одной стороны, компаниям бороться с покупателями, в хорошем смысле этого слова, да, с другой стороны, покупателям помогаете отстаивать свои права, да, с компаниями. Ну, конечно, и тот, и другой опыт имеется, хотя в последнее время большинство дел связано именно с тем, что все-таки мы защищаем компанию от так называемого потребительского терроризма. То есть, когда есть клиенты не только, скажем так, недовольные качеством обслуживания или качеством товара, приобретенного, но и пытающиеся заработать на создании каких-либо проблем для компании и, пользуясь законом о защите прав потребителей, теми санкциями, которые этот закон представляет в отношении продавцов, они пытаются шантажировать, предпринимают иные действия для того, чтобы добиться каких-то денежных преференций, может быть, иных материальных вот компаний, которые, как и все нормальные продавцы, настроенные на нормальное ведение бизнеса, не любят судиться и хотят просто спокойно работать и продавать. Поэтому подчас, конечно, такие потребительские террористы получают то, что они себе придумали, и такая проблема для многих компаний существует, и в настоящее время многие с ней сталкиваются. Это пришло у нас, как известно из США, где есть всем известная история про женщину, которой продали горячий кофе в Макдональдсе, да, и иные истории, как они падают, ломают руки в магазинах и так далее и тому подобное. Все это создает прецедент для того, чтобы наши потребители, также вооружившиеся законом защиты прав потребителей, пытались в той или иной мере получить что-то от наших продавцов, наших клиентов. Ну вот ваше ощущение, да, как специалиста, как юриста, который в этой области работает, закон о защите прав потребителей, ну он все-таки на чьей стороне? Ну, не только законы, но и суды, как показывает практика, конечно, на стороне потребителей. И я вам могу сказать по собственному опыту, что большинство дел, которые доходят до суда, это либо все-таки дела, связанные с определенным тем же самым потребительским терроризмом, либо те дела, где клиенты, то есть компании, компании все-таки не правы. Потому что, ну точнее, даже не компания, а клиенты не правы. Потому что если компания в досудебной стадии понимает, что у нее есть какие-то определенные недостатки в работе, то, конечно, она стремится их устранить, поменять товар, сделать ремонт и тому подобное, чтобы не выносить ситуацию просто в суд. Суд уже попадает в дела, когда, ну, либо каждый из сторон права, и такое бывает, либо когда это уже попытки заработать на тех или иных ошибках, которые осуществляют наши продавцы. Ага. Как же компании вот обезопасить-то себя? Вот вы как юрист, да, что можете посоветовать? Как обезопасить? Я хочу нормально вести бизнес, да, я хочу нормально работать, я хочу нормально зарабатывать, да. Я уверен, что компания МВидео, там, да, вот Андрей сидит здесь, у него нет желания, там, да, кого-то обманывать, там, да, продавать некачественный товар. Большая крупная компания за своим имиджем, она следит. Я хочу просто спокойно, качественно работать. Что мне делать, чтобы защитить себя вот от таких проявлений потребительского экстремизма-то? Ну, желание-то вполне похвальное, работать и зарабатывать. Вот, а если мы говорим о ситуации, когда речь идет о крупных продавцах машин, каких-то иных дорогих вещей, то здесь самый главный совет, это, конечно, правильно заключенный договор на куплю-продажу на данный товар. То есть, чем более качественно прописаны все условия, чем лучше сработали, там, штатные или нанятые юристы компании, разрабатывая текст договора, чем лучше там отражены все пожелания покупателя, соответственно, тем более компания защищена от подобного рода терроризма. Потому что, как правило, с терроризмом или экстремизмом сталкиваются те компании, которые продают какой-то достаточно крупный, дорогой товар. Потому что на сумме этого товара можно уже заработать, применяя различные пении от стоимости товара. Если же речь идет о непосредственно каком-то более мелком товаре, более, так сказать, более ходовом, то, конечно, здесь советов множество. И, скорее всего, Андрей гораздо лучше может нам рассказать обо всех инструкциях, информирования потребителей, которые необходимо проводить в магазинах. Окей, мы вернемся к разговору об этом и спросим Андрея после небольшой рекламы. Ждем вас после небольшой паузы. Вернемся к нашему обсуждению. Вот Денис говорит, что, чтобы мне защитить себя от потребительского экстремизма, нужно тщательно заключать договора, нужно тщательно все прописывать, все инструкции с покупателем, чтобы нигде ничего не ошибиться. Ну и тогда получается, что... Вот часто бывает, да, я как покупатель прихожу в магазин, со мной и это, и то, и пятое, и десятое. У меня сразу возникает ощущение, ну что вы меня вором считаете, что ли? Что такое? Я пришел в магазин купить товар, вы мне и то, и это. Знаете, как в одежном магазине вот перед кабинкой повесят, там больше трех вещей не брать. Да, ну все это видели. Я понимаю, что это защита от покупательского экстремизма, но 90% людей в магазине одежды не собираются ничего воровать. Да, я хочу прийти и померить свою вещь. По большому счету, как я это объявление вижу? Здравствуйте, рады вас видеть. Изначально считаем, что вы вор. Ну, по сути так, да, в чем проблема? Я не собираюсь ничего воровать. Что вы, если вы себя защищаете от меня? Я понимаю, да, историю, которую вы рассказываете, она правильная, да, что вы защищаете экстремизм, но 90% людей ничего воровать-то не собираются. Да, что думаете по этому, Андрей? Вот вы как в реальном бизнесе работающий человек. Ну, я работаю с клиентами уже в МВиде, вот только в МВиде порядка 12 лет, и я могу сказать, что я за свою практику не встречал случая, когда человек бы целенаправленно зарабатывал себе деньги за счет вот таких вот исков в компании. Потому что для меня потребительский экстремизм – это определенная профессия, если ее так можно понимать, да, исходя из западных примеров. Когда человек банально себе на этом зарабатывает деньги. У него есть для этого время, у него есть для этого опыт, у него для этого есть, может быть, средства на адвокатов и так далее. Человек делает это источником заработка. В России я таких примеров не встречал. Встречаются другие примеры, когда этим пользуются различные компании, там, какие-либо коммерческие организации по защите прав потребителей, которые рекламируют свои услуги с той точки зрения, что туда может прийти клиент, они ему составят правильно заявление, и по этому заявлению он точно получит ровно ту сумму, которая там написана. Вот такие компании есть, они действительно берут с клиентов деньги, клиенты им эти деньги платят. Причем, на самом деле, что иногда бывает самое обидное, что клиент перед этим даже не обращается к продавцу. Он сразу идет в суд, тогда как продавец в такой ситуации мог бы сделать все, что просит клиент, потому что он был абсолютно прав. И вот такие примеры я действительно видел и знаю. когда с клиентом встречаются уже только в суде, и ему говорят, ну а, собственно говоря, почему вы к нам не пришли просто? Вы получили ровно то, что вы хотите. Зачем вам надо было платить деньги вот такой организации? Такое бывает, да. А профессионального потребительского экстремизма в больших масштабах я не видел. Может быть, это связано с тем, что, как я сказал Денис, это больше интересно на рынке крупных покупок автомобилей, может быть, недвижимость, еще что-то. Вот. Может быть, это особенность рынка.